Как обычно, сегодня у нас подборка урожая правоохранительных органов, которые на минувшей неделе тоже собирали свою корзинку, особенно отъявленных негодяев из числа команды Хабирова. Вот, например, управление Федеральной антимонопольной службы выявило сговор нефтекамской мэрии с поставщиками светильников для городского освещения. Да-да-да, именно те самые светильники Башлайт и именно та нефтекамская администрация. Не удивляйтесь, у нас все светильники в Башкирии Башлайт. Антимонопольщики установили, что хитро сделанная мэрия имени клана Мавлиевых взяла большой контракт, который собиралась заключить на поставку вот этих светильников и разбила этот контракт на 20 маленьких, чтобы избежать некоторых сложностей закупочного законодательства. Потому что маленькие контракты, их значительно проще спрятать, организовать и провести. Ну, дальше. Торговый дом Башлайт с успехом выигрывает все 20 этих маленьких контрактиков. Ну, могли бы хотя бы для достоверности один контрактик кому-нибудь другому отдать. Нет. Разбили на 20, все 20 выигрывает торговый дом Башлайт. Время, которое потребовалось для подачи заявок на все 20 конкурсов, как выяснили антимонопольщики, составило всего 13 минут. Ну, то есть, сидел такой Башлайт, ничего не знал, бах, в компьютере пропищало. Смотрите, о, конкурс на поставку светильников. Очень удачно. Друзья, мы же тоже занимаемся поставкой светильников. Они поучаствуют ли нам в 20 конкурсах сразу за 13 минут? Ну, я говорил про компетенции нефтекамских вот этих вот схематозников, которые сейчас благополучно перекочевали в Уфу. Так что, рано или поздно они сгорят на этом всем. Но есть еще одни интересные детали вот в этом самом контракте, который случился в Нефтекамске. Есть две структуры. ООО Башлайт и торговый дом Башлайт. ООО Башлайт как бы занимается производством вот этих как бы светильников. Но не торгует имени вообще, а торгует им торговый дом Башлайт. И вот эта прокладка, по сути, которая принадлежит одним и тем же людям, может быть, по факту это не так, но по сути это точно так. Вот эта прокладка собирает на себя всю прибыль вообще всей этой системы предприятий. То есть, сам Башлайт, который производит, он где-нибудь там на уровне нуля. А вот у торгового дома должна быть прибыль, она у нее точно есть. Потому что торговый дом покупает в Башлайте по 7300, эти светильники, 7300 рублей. Ну, то есть, продавать ниже себестоимости запрещает закон, соответственно, значит, вот это ООО Башлайт, в принципе, ну, должно было получить прибыль. А продает торговый дом Башлайт, нефтекамской мэрии, и, видимо, продает он же сюда в Уфу, вот эти 44 тысячи светильников, уже по 11400 рублей. Ну, посчитайте разницу. Она составляет 50% к исходной цене. И, ну, собственно, возникает вопрос, в те же деньги нам обойдутся 44 тысячи светильников в Уфе уже, или в большие деньги? Ну, я вообще однозначно полагаю, что вот эта история с нефтекамской закупкой и впоследствии с заключением энергосервисного контракта, абсолютно точно эта история достойна того, чтобы ее начать расследовать не в Уфасе, а в каком-нибудь более серьезном правоохранительном органе, например, в МВД или даже в ФСБ. Там точно, на мой взгляд, будет состав преступления. А вот в управлении капитального строительства Минстроя Республики Башкортостан, той структуры, которая, собственно, занимается строительством школ, детских садов и многих других социальных учреждений, Так вот, в этом замечательном предприятии прокуратура вновь выявила систематические и, возможно, коррупционные схемы при реализации национальных проектов. Выявлено нарушение сроков сдачи объектов, грубые ошибки проектирования, зачастую которые приводят к ущербу для бюджета и прочие-прочие злодеяния. И что? Ну, выявила прокуратура. Выявила и что? Что дальше? Дальше, видимо, одногруппница Артема Ковшова, Инна Иксанова продолжит руководить этим самым Уксом в том же самом ключе. Зачем тогда, спрашивается, выявляли? Если вы утверждаете, что там грубейшие нарушения, что там что-то там с финансами не так и так далее, ну все, давайте уголовное дело заводить. Укс – это у нас очень крупный игрок на рынке строительства. А еще у нас опять спалился Рустем Авзалов. У него уже сейчас идет суд над ним за злоупотребление Авзалова в должности мэра Сибая. Тогда они что-то там с Жульковым нахимичили с асфальтированием Сибая. Теперь же его прихватили уже по линии Министерства туризма и содействия предпринимательству, которое он возглавляет. Авзалов, по мнению следствия, допустил многочисленные нарушения при реализации национального проекта «Малое и среднее предпринимательство», в том числе финансовых нарушений. В частности, эти нарушения были зарегистрированы в ходе работы центров «Мой бизнес», которые курирует Авзалов. Ну, может быть, Рустем Ахмедкаримович слишком буквально понял название этих богоугодных заведений. Ну, подошел, прочитал «Мой бизнес». О, класс, это же «Мой бизнес». Вообще, конечно, капец. Ну, вот что странно. Авзалов работает в Сибая по итогам уголовное дело. Авзалов повышают и делают министром. По итогам, значит, скандал на скандале. И вот выявляется нарушение, в том числе финансового характера. Но тут у Хабирова два варианта. Либо полностью избавиться сразу от него, вот сейчас. Либо уже делать его там вице-премьером, премьер-министром. А потом еще вообще на свое место посадить и сделать главой республики. То есть тут вариантов нет. В серединке Авзалову точно не остаться.